На нашем канале я привык вам рассказывать о том, как классно и хорошо жить на Северном Кипре. Но в комментариях под нашими видеороликами очень много людей, которые здесь живут, либо сюда приезжали, либо жили и уехали из Северного Кипра, оставляют такие негативные ремарки. Они рассказывают о том, какой есть негатив здесь, на Северном Кипре. Обязательно стараются на него обратить внимание. В этом видео я собрал все самые популярные ваши возражения о том, что мне нравится здесь, на Северном Кипре. Сегодня на всех на них отвечу. И после просмотра этого видео вы поймете, почему уже через пару недель после переезда вы перестанете полностью замечать эти проблемы. Первая проблема самая актуальная и свежая. Вы пишете о том, что приняли очень много и постоянно принимают какие-то законы, которые мешают жизни иностранцам и способствуют тому, чтобы иностранцы покидали Северный Кипр. Давайте посмотрим на факты. В 2019 году приняли поправки к иммиграционному законодательству и упорядочили процедуры выдачи вида на жительство иностранцам здесь, на Северном Кипре. В 2023 году приняли поправки к налоговому законодательству и увеличили налоги на перевод права собственности для иностранцев здесь, на Северном Кипре. И еще год после этого разрешали оплачивать налоги по старой ставке, хотя закон уже работал. И вот сейчас в 2024 году, 21 мая были приняты поправки к закону о приобретении недвижимого имущества и аренде для иностранцев на Северном Кипре. Всего три закона за пять лет. По-моему, не так уж и много. А плюсов для иностранцев за это время создали гораздо больше. Я рассказывал в предыдущем видеоролике и по открытию бизнеса, и по виду на жительство, и по виду на жительство для пенсионеров, и многое-многое другое, что гораздо упростило и упорядочило нашу жизнь, в том числе и процедуру приобретения недвижимости. Всегда людей беспокоит что-то новое, люди не понимают, они боятся и опасаются. Больше всего сейчас вы переживаете из-за поправок к закону о приобретении недвижимого имущества иностранцами. Самых новых, самых свежих поправок. В наших предыдущих видеороликах я подробнейшим образом рассказал, почему не стоит этого бояться, и объяснил, с какой целью приняли эти поправки, и что они дают хорошего и плохого для покупателей. И главное, рассказал, как нам с вами быть в этой ситуации, чтобы эти поправки никак в негативном ключе нас с вами не затронули. Ссылочки на это видео и на два прямых эфира с ответами на вопросы оставляю в описании к этому видеоролику. Далее, что касается вида на жительство на Северном Кипре. Я уже неоднократно говорил ни одному покупателю нашей компании, кто оформлялся с помощью наших сотрудников, не отказали в открытии или продлении вида на жительство здесь, на Северном Кипре. Да, я слышу очень много историй, вы об этом пишите в комментариях, что что-то не получилось, вы не понимаете, как это сделать, у вас какие-то сложности возникают, кому-то отказывают, и там в комментариях пишут, что довольно много отказов. Но давайте говорить прямо. Вот просто есть один конкретный пример. У нас есть хороший наш комментатор по имени Маша из Санкт-Петербурга, я не буду, естественно, называть ее фамилию. Вот мы знакомы с ней с 2012 года. И на каком-то этапе она решила, что она пойдет своим путем, и наша компания, наша помощь ей не нужна. Она сама приобрела у компании Noenlar объект недвижимости. Теперь она пишет, что у нее здесь сложности, там сложности. Она их описывает абсолютно правильно и логично, но у наших покупателей, которые выбрали с самого начала помощника надежного, помощника профессионального в нашем лице. Мы знаем, как решить каждый вопрос, который в данный момент у Маши возникает. И у наших покупателей нет таких проблем. Соответственно, если вы выбрали идти этим путем, окей, тогда вам нужно просто хорошенько изучать этот вопрос. Я понимаю, что это несложно. Это все равно, что там заниматься самолечением, изучить всю медицину самостоятельно. Это приблизительно такого же уровня задачи. Но тем не менее, если вы уже сделали этот выбор, решили идти по этой дороге самостоятельно, соответственно, тогда вам и платить за этот выбор, вам изучать, либо получать отказы от какие-то проблемы. А всем новым покупателям недвижимости на Северном Кипре, я рекомендую задуматься об этом изначально, до того, как вы что-то приобрели, заплатили хоть копейку, выбрать себе надежного профессионального помощника, и тогда никаких проблем дальше на этом пути у вас не будет. Кстати сказать, было ли у вас такое, что вы изначально решили какой-то вопрос решать самостоятельно, прошли какую-то часть этого пути, поняли, что нет, самостоятельно не получается, и потом поменяли свое мнение и нашли себе опытного проводника, с которым все решили успешно. Если у вас был такой опыт, ставьте лайк этому видео. А также не забывайте, что конкретно в вопросах переоформления права собственности и всего, что связано с поправками к законодательству о приобретении недвижимого имущества для иностранцев на Северном Кипре, даже если его приобретали не с нами, в любом случае обращайтесь, заключим договор на сопровождение, и мы все-все-все ваши вопросы решим, и в этом очень хорошо и профессионально разбираемся. Ссылочка на бесплатную консультацию и на наши контакты есть в описании к этому видео. Следующая претензия к Северному Кипру о том, что у нас здесь уже стали очень высокие цены. Но вы знаете, когда я разговариваю с нашими покупателями, просто со знакомыми, которые живут в разных странах мира, но в основном это наш европейский континент, либо когда я смотрю видеообзоры на YouTube о других странах, вот везде, абсолютно везде говорят о том, что очень сильно увеличились цены. Будь то Германия, Великобритания, Польша, либо Таиланд, либо Дубай. Везде очень заметно увеличились цены. Исключение здесь, конечно же, составляет Российская Федерация. И наши покупатели из Российской Федерации говорят, что все стоит очень дешево. Но если вы реально хотите разобраться в этом вопросе, вот буквально на днях была пресс-конференция главы Центробанка Российской Федерации Эльвиры Набиулиной. Если вы ее посмотрите, она там открытым текстом все говорит. Уже называют слова стакфляция, она называет слово рецессия. Если посмотрите, что это такое, это так называют Великую Депрессию, чтобы было не очень сильно страшно. Все это есть в словаре и в ее выступлении. И уже в июне 2024 цены на потребительские товары в Российской Федерации выросли на 31% по сравнению с июнем предыдущего года. По июле еще нет статистики. То есть вот это искусственное сдерживание цен, вопреки всему рынку других стран мира, оно искусственно и оно ненадолго. По крайней мере она говорит о том, что либо этот, либо следующий год уже они будут кризисными. Так что в остальных странах, вот кроме этого одного исключения, где цены пока держатся искусственно и ритейлеры уже ушли в убытки. Даже по этой же ситуации с Вайлберрисом вы можете посмотреть. Она очень свежая и очень наглядная. Когда крупнейший ритейлер страны и все, и с ним уже закончено. Потому что у него прибыли просто нет. Кстати сказать, а что вы думаете? Вот в какой стране на сегодняшний день жить дешевле всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. А лично меня вот что больше всего поражает, что в этой ситуации, когда люди жалуются на высокие цены, найти сотрудников в бизнес на Северном Кипре почти невозможно. Это я им как работодатель говорю. И я с большим удивлением заметил, что те люди, которые жили на Северном Кипре, уезжают отсюда, либо уже уехали, либо планируют уезжать и жалуются на высокие цены, никто из них даже не заикнулся о возможности пойти на работу и заработать денег, и таким образом выровнять баланс между своими личными доходами и расходами. Ни один человек не заикнулся о том, чтобы идти работать. Такой идеи даже почему-то у людей не возникает. Хотя рабочих мест очень много. Заметьте, пожалуйста, те, кто работают, они на цены никогда не жалуются. А кто это жалует? Безработные или просто инвесторы, которые приехали? Они что, не работают? Того, что видел я на YouTube из отзывов, те люди, которые уехали с Северного Кипра, они здесь жили, вероятнее всего, на какой-то пассивный доход, может быть, они сдавали недвижимость где-нибудь в Москве, например, и на эти деньги жили. И вот доходы от недвижимости снижаются, а цены растут, и у них появляется такая вилка, когда жить здесь уже становится некомфортным. Я понимаю суть претензий этих комментаторов. По их мнению, Северный Кипр стал слишком дорогим, и он уже не стоит этих денег. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на другие южноевропейские страны, что где-то жизнь дешевле. Нет, обычно в Европе жизнь дороже, и цены тоже выросли. Но при этом Северный Кипр имеет массу достоинств, и по этим параметрам выигрывает у других стран. Посмотрите, на наш пляжный сезон, 8 месяцев в году, наше чистейшее море, на безвизовый въезд, на отсутствие финмониторинга. Никто здесь не спросит, откуда вы взяли эти деньги, на которые вы здесь живете, либо приобретаете недвижимость. Очень высокий уровень здравоохранения, высочайший уровень образования, очень дружелюбное отношение к иностранцам любых национальностей, любых паспортов. Никаких санкций, никаких проблем здесь у иностранцев нет, как в других странах. Ну где вы еще такое найдете? А если сравнивать то, что вы говорите, в последнее время цены иностранцы, а какие положительные изменения нивелируют этот рост цен? Дороги лучше стали? Что меняется положительность на Северный Кипр и почему этот рост цен оправдан? Смотрите, мне тоже не нравится рост цен. Я не считаю, что он оправдан. Но по-другому и быть не можем, так сейчас у нас устроен наш мир. Но при этом море, солнце, чистейшая экология, длинный пляжный сезон, легкость получения ВНЖ, то, что никто не спрашивает про ваши деньги, то, что высочайший уровень образования в наших школах и вузах. Это все никуда не делось. Это все является неоспоримыми преимуществами Северного Кипра. А также очень многие жалуются на плохой интернет здесь, на Северном Кипре. Но этот вопрос решаемый. Вы либо устанавливаете себе просто более дорогой пакет от местных провайдеров, либо устанавливаете себе Starlink и пользуетесь высокоскоростным интернетом. Мне говорят, у нас в стране, ну, конкретно вот про Российскую Федерацию, говорят, у нас в стране там еще более высокоскоростной интернет. Ну, куда больше. Если здесь вы получаете свои 100 мегабит в секунду, у меня гораздо менее скоростной интернет дома. У нас там 20-30 мегабит в секунду. Такой эконом-пакет нам его для всей семьи, для всего хватает. И для виртуальной реальности, и для смарт-телевидения, и для всего, чем мы пользуемся в обычной жизни. Поэтому вопрос интернета, он решается просто покупкой более мощного пакета. Кстати, о прелестях интернета. В нашем телеграм-канале мы рассказываем все секреты, мы рассказываем лайфхаки, мы рассказываем о том, как лучше обустроиться здесь, на Северном Кипре, и помогаем вам. Переходите по ссылочке в описании к этому видео в наш телеграм-канал, подписывайтесь и получайте всю самую свежую, самую актуальную и полезную информацию буквально в режиме онлайн. Следующая проблема, о которой вы пишете, на что вы жалуетесь, это отключение электроэнергии. Здесь, на Северном Кипре, действительно, такая проблема есть. Даже в том районе, где живу я, и в районе, где находится наш офис, за этот год уже отключали электроэнергию, там на полчаса-час, наверное, раз в пять. А в других районах я слышал, что отключают еще чаще. Такая проблема есть. Как она решается? Она решается приобретением стабилизатора, для того, чтобы наша бытовая техника и электроника были в порядке и не вышли из строя. А также, например, установка UPS. И тогда, даже если будут вот эти кратковременные отключения электроснабжения, по крайней мере, освещение, интернет у вас будут, и вы сможете жить более-менее комфортной жизнью, даже во время этих каких-то временных отключений. Я задумался, а почему такая проблема? Мы же живем в 21 веке. Почему мы не можем решить проблему бесперебойного электроснабжения здесь, на Северном Кипре? Потому что в то, о чем пишут газеты, что тут не хватает мощностей, я в это не верю. Ну, разрешите людям ставить солнечные панели на крыше за свой счет, и, пожалуйста, вопрос будет решен. И, опять же, я рассказывал в одном из предыдущих видеороликов, что когда был мощный взрыв вооружения, и там арестовали корабль с российским оружием, потому что он вез его из Ирана в Сирию, по-моему, и это все складировали на Южном Кипре, все стояло на жаре, это взорвалось и уничтожило их самую мощную электростанцию. Так вот, на тот момент Северный Кипр силами нашей ТЭЦ, он поставлял электроэнергию и для Северного Кипра, и для Южного, и мог обеспечить полностью две страны. Поэтому в отсутствие мощностей я не верю. Но я поговорил с нашим покупателем, а он работает на юге Турции на строительстве атомной электростанции. Он мне сказал, что турецкие чиновники очень тщательно контролируют сроки, когда эта электроэнергия с АЭС на юге Турции будет поставляться сюда, на Северный Кипр. Прям очень строго, не по-восточному расслаблено, а очень строго контролируется. И он сказал, что планируется, что уже через год этот вопрос будет решен, уже будет кабель и уже электроснабжение будет поставляться сюда из Турции. Ну, давайте даже, окей, мы на Востоке, здесь не все делается в нужные сроки, пусть это будет не год, а два года, пусть будет даже три года. Но я тогда понимаю, наше правительство, если через год, пусть два, пусть три, у нас будет бесперебойная поставки электроснабжения из Турции, с юга Турции, с этой АЭС, соответственно, какой смысл тогда сейчас начинать какие-то дорогостоящие и масштабные проекты по строительству новой ТЭЦ, либо по строительству солнечной электростанции. Что было бы очень разумно при наших 320-340 солнечных днях в году. Плюс это же такой политический проект. Если Северный Кипр зависит в данный момент от Турции по водоснабжению, а будет зависеть еще и по электроснабжению, соответственно, в политическом смысле для Турции это будут очень большие бонусы. И я уверен, что местные власти этому решению подчинились, и мы просто ждем решения вопроса. Но окей, пройдет год, пройдет два года, будет этот кабель, и вопрос подачи электроснабжения на Северном Кипре раз и навсегда, я надеюсь, будет решен. Это просто вопрос времени, причем не очень длительного. У вас стоят эти стабилизаторы? Да, у меня дома, конечно же, стоит стабилизатор высотой где-то метра полтора. Такой огромный, очень-очень-очень тяжелый. Соответственно, мы не переживаем, что наша дорогущая бытовая техника, дорогущая электроника, с ней что-то случится. Но при этом на всякий пожарный случай мы еще и все застраховали. Это стоит недорого, но в случае чего любой электроприбор, если выходит из строя, все, что стоит починить или заменить дороже 50 евро, компенсирует страховая компания. Мы этим регулярно пользуемся. Там, где у нас в саду что-то время от времени выходит из строя. А также у нас установлены солнечные панели, и мы вырабатываем довольно много, очень много электроэнергии при помощи энергии солнца. И последняя такая существенная претензия от наших зрителей о том, что очень сильно повысили цены на обучение в частных школах здесь на Северном Кипре. Я считаю, что цены не повысили. Просто когда открылись новые частные школы Суат Гумсель и Дуа, для того, чтобы конкурировать с лучшей частной школой Северного Кипра с ESK, которая находится на втором месте среди аналогичных школ в Евросоюзе и на четвертом, пятом месте в зависимости от года в Великобритании, то эти новые школы, они просто сделали низкие цены для того, чтобы набрать преподавательский состав, обкатать учебные программы, набрать при помощи низких цен учеников. И сейчас, когда весь процесс уже налажен, они повышают цены для того, чтобы просто не быть больше убыточными. Кстати, этим же путем, я так понимаю, пошел один из лучших университетов Северного Кипра, Арукад. Там тоже обучение стоит условно бесплатно на сегодняшний день, но это реально высочайшего уровня университет. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие годы, они сделают нормальные, адекватные цены на это обучение. И эти цены уже никого не будут смущать. Образование стоит 400-500 фунтов в зависимости от конкретного класса школы здесь, в хороших частных школах Северного Кипра. Если для какой-то семьи это дорого, окей, тогда остается выход. Это государственные школы. Я тоже слышал хорошие отзывы про обучение в государственных школах от своих знакомых, которые по какой-то принципиальной причине обучают детей именно в государственных школах. А приблизительно с 12 лет можно уже обучаться в государственной школе ТМК, в бесплатной школе. А эта школа, она среди местного населения считается даже более высокого уровня, чем любая частная школа здесь на Северном Кипре. Только туда надо сдавать экзамены, и туда возьмут просто не каждого. Таким образом, да, цены повысились, но только в этих конкретных отдельных школах. И они повысились просто потому, что они вышли на нормальный уровень, чтобы школам не быть убыточными. Мы об этом понимали изначально, когда они только открылись. А вообще это образование северо-кипорское, но как котируется в Европе? Северо-кипорское образование очень хорошо котируется в Европе. Наши ученики, они поступают на первый курс, не на подготовительность, что очень важно, то есть они экономят целый год в лучшие вузы мира. Например, есть инстаграм нашей школы, English School в Кайрине, и там в конце года, во время летних каникул, постоянно показывают фотографии учеников, имена и куда они поступили. То есть они поступают и в Оксфорд, и в Кембридж, и в Гарвард, они и в Массачусетске поступают, и в большое количество других, хороших, как правило, британских вузов. Ну, также поступают и в Австралию, в Канаду, и в Соединенные Штаты Америки, и в какие-то европейские вузы. Это говорит о том, что и аккредитации хватает, диплома, и хватает знаний у детей для того, чтобы туда поступать, и там успешно учиться. Как видите, я не пытался как-то подтасовать свои ответы на ваши претензии, возражения, но в любом случае, как мы с вами видим, плюсы, они все равно значительно перевешивают минусы Северного Кипра.